Библейский портал экзегет.ру представляет Мы видели в 18 главе прообраз святой Троицы, но 19 глава начинается следующими стихами «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома». Многие здесь люди, которые отрицают единство Троицы, они говорят, что, видите, там было два, там было три ангела, здесь просто два. Но здесь на этот вопрос недоуменный, в общем-то, ответ достаточно прост. Мы верим во единую святую соборную апостольскую церковь и в Троицу, единосущную и нераздельную. А два ангела, они указывают на два естества в Иисусе Христе. Поэтому здесь два ангела, это как бы прообраз Христа в двух естествах, в естествах Бога Человечества, пришедший в Содом и Гоморру для того, чтобы, как сказано, пришел, взыскать и найти погибшего. Этот город погибает, и прообраз Христа в этих двух ангелах, он, в общем-то, если так вчитаться в тексты Священного Писания, есть такая очевидность и вероятность этого образа. Итак, пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал, «Государь мои, зайдите в дом раба вашего». Видим, здесь снова гостеприимство Лота, которое было и у Авраама. Несмотря на то, что Лот, как мы видели, отделился от Авраама, были какие-то ошибки в его поведении, нет человека, который без греха, как об этом сказано в послании апостола Иоанна Богослова, 1 глава, 7-8 стих. «Если ходим во свете, подобно как Он во сметит, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына, Его очищает нас от всякого греха». И 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». То есть ошибаться может каждый, зачем же упорствовать. Лот, в общем-то, такого упорства в нем не видно, но некоторые такие невнимательные ошибки, например, то, что он не взял благословения у Авраама, как патриарха, и как у своего дяди, не посоветовался со старшим. Мы видели, что он попал в Содома Гамора, но тем не менее, начатки, конечно же, он и в церковной традиции называется «благочестивый ной». В среде этого Содомского Гамора святость его была очевидна. «И сказал Государе Мои», и здесь он произносит «я раб, переночуйте у меня». Он проявляет то же качество, которое Авраам, качество гостеприимства. Он сильно упрашивал они их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение. И вот не легли они еще спать, как городские жители-содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. «И вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним, ко входу, запер за собой дверь и сказал им, «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа, лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно, только людям всем не делайте ничего, так как они пришли под кровь дома моего». Видим, что здесь Лот готов даже пожертвовать своими дочерями, но говорит, не делайте ничего этим людям, не творите этот содомский грех. То есть он говорит, если грех, то какое-то... Он говорит, что насколько страшен это противоестественный грех содомский. Даже, как мы видим, говорит, возьмите лучше дочерей моих. Этот грех намного страшнее. Но они сказали ему, ну люди те, как сказано, были весьма злы и весьма развращенные. И они сказали ему, подойди сюда, и сказали, «Вот пришелец и хочет судить, теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Видим, что страсть, вот эта вот какая-то бесовская страсть, приводит к такому неистовству, что они просто ломятся в дверь, для того, чтобы удовлетворить свою похоть. Тогда мужи те прострели руки свои, вывели Лота к себе, в дом, и двери заперли. А люди, бывшие при входе в дом, поразились слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. То есть мы видим, что ангелы и Господь наказывают этих людей, они поражаются слепотою. И, в общем-то, надо сказать, что наказание здесь справедливо. «Сказали мужа те Лоту, кто у тебя есть еще? Здесь зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? Кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места». Они предсказывают о том, что Содом и Гамор за свой грех будут уничтожены, потому как мы видели, что даже и десятка праведников там не нашлось. Скорее всего, праведники были Лот и его семья. «Ибо мы истребим сие место», 13 стих, «потому что велик вополь на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сие город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Интересное событие. То есть, Лот говорит о том, что будет погибель, но зятья подумали о том, что он шутит. Какой здесь мы можем извлечься для себя урок? Мы помним, что Лот не взял благословения у Авраама, как я уже говорил. Он сам самовольно селится возле Содома и Гаморы. Мы видим, что он попадает в Содом и Гамору. Авраама оттуда его вызволяет, когда он попадает в плем, когда пошли четыре царя против пяти царей садомских. Но здесь мы видим, что снова Лот живет в Содоме и Гаморе. Он начинает говорить своим зятьям, «Выйдите отсюда, город погибнет». То есть, он совершает такое миссионерское проповедническое служение, но зятья его не послушали его. Они подумали, что он шутит. Почему проповедь? И мы увидим действительно в дальнейшем, что выйдет только Лот, две его дочери и жена. И то жена обернется и превратится в соляной столб. Она пожалеет там о чем-то, как сказано в Евангелии уже взявшийся за плух. В царстве небесное подобно тому, что тот, кто берется за плух, не оборачивается назад. А об этом оборачиваемся назад, апостол Павел говорит более строго. Всякий, кто оборачивается назад, это как пес возвращается на свою блевотину. В прежнем образ жизни, ставший христианином. Но почему проповедь Лота из зятья его подумали, что он шутит, она становится бесплодной? Причина одна. Нельзя ничего делать в Церкви Божьей без благословений. Нельзя самочинно проповедовать даже людям, которые по нашему усмотрению впали в большой грех. На все берется благословение. Проповедь Лота, как мы видим, становится бесплодной. Дитя его подумали, что Лот шутит. Так сегодня многие люди тоже, когда мы им говорим, и даже с благословения, о том, что этот мир погибнет, что он придет в состояние небытия, как сказано, свернется как свиток, что будет новое небо и новая земля. Многие люди смеются и говорят, как это будет? Вы что это шутите? Наука доказала, что ничего это невозможно. И прочие аргументы, которые не совпадают с их представлением о Боге, с таким псевдонаучным, я бы сказал, знанием, о котором мы с вами говорили в начале, в введении к этим лекциям. Действительно то, что... Вот ученого, помните, а вот ученого, псевдоученого, я бы сказал, ответ, что не про нас того и нет, что не попало в наши руки противно истинным науке, чего ученый с честь не смог, то заблуждение и подлох. Примерно так они думали, у них уже было какое-то свое представление о мире у этих зитьев, лота. Своё представление есть и своё мировоззрение у людей сегодняшнего века. Они тоже думают, что это шутки. То, что мы предупреждаем в проповеди своей, что внезапно судья приедет, и к его же деянию обнажаться, всё это иногда воспринимается из благословения в проповеди от нас, как некое такое, что-то неудобо и непостигаемое, но будем помнить, что конец этого мира будет. Но будем помнить также и другие слова, которые Христос обращает по отношению к нам. Он говорит, приду на землю, найду ли веру на земле. Нам необходимо самим, когда мы проповедуем Слово Божие другим людям, необходимо самим укрепляться во Христе. Как и сказано, как бы нам, проповедуя Христа, самим не остаться без Христа. Поэтому будем наблюдать, как сказано, кто хочет наблюдать, наблюдая за собой, наблюдая за своим внутренним состоянием, для того, чтобы проповедь наша не упразднилась и не подумали бы образ этих зятьев, люди посторонние, что мы шутим. Итак, далее. Сказано, когда взошла заря, ангелы начали торопить лота, говоря, встань, возьми жену твою, двух дочерей твоих у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие народа. Ангелы начали торопить лота. Так и сегодня мы говорим, что надо поторопиться, потому что не знаем мы, наступит ли завтрашний день. Вот что по этому поводу пишет тоже свидетель Амруси Медиаланский. «Будем бежать», цитата, подобно лоту от садомских преступлений, которых он боялся больше наказания. Будучи несомненно благочестивым человеком, он бежал от заразы злодеяний, заперев свой дом от садомлян, и когда жил среди них, не был знаком с ними, не ведал их пороков и отвращался их бесчестие. Бегая, он не обернулся к ним, потому что не желал жить с ними. Стало быть, бежит подобно лоту тот, персидитель Амруси Медиаланский дает нам совет, «Бежит, — говорит, — подобно лоту тот, кто отрекается нравов соотечественников, кто не оглядывается назад, но мысленно проникая, вступает в тот вышний город и не покидает его до смерти, первосвященника, который понес грех мира». «Твое бегство, — продолжает святитель Амруси, твое бегство, — благо, если твое сердце не подражает замыслам грешников и их помышлениям. Твое бегство, — благо, если твое око избегает кубков и чаш, дабы не стать завистливым, удерживаясь вином. Твое бегство, — благо, если твое око отвращается от чужой жены, так что язык сохраняет истину. Твое бегство, — благо, если ты не отвечаешь безрассудному в его безрассудстве. Твое бегство, — благо, если ты удерживаешь свои стопы от пути безумцев. Ибо у кого плохие вожди, тот сбивается с пути. Но если ты хочешь бежать хорошо, то сделай пути твои далекими от речей их. Конец цитаты. Двительное наставление дает свидетель Амрус Семиделанский, так и говорит, что бегай нравов соотечественников. То есть, не все, что с неба, то от Бога. Поэтому не все, что есть в этом мире, оно является наставлением и примером нашей духовной жизни. Более того, апостол предупреждает, что дружба с миром есть вражда против Бога. Поэтому будем бегать нравов, различных суеверий, которые существуют сегодня среди наших соотечественников. А суеверий много. Тут недавно совсем начал, посмотрел по своему миссионерскому служению, зашел на один сайт и смотрю, какие же есть суеверия, чего только нет. Например, считается, что если наступил человек в собачий подарок на лужайке в городе-мегаполисе, это к деньгам. Соль рассыпать, это к ссоре. По дереву постучать. Недавно в центр реабилитации пришла одна женщина, она проходит программу реабилитации еретических заблуждений, чтобы соединиться с церковью. По дереву постучать, но по своей привычке сидит, я говорю, ну смотрите, больше туда не ходите и будьте осторожны. Она, ой, что вы, и поплевала, и тут же постучала. Но я вовремя остановил, говорю, это ДСП, это не дерево. Она, ой, простите. То есть наши привычки соотечественные, особенно что касается суеверий, иногда очень сильно вживаются в нашу и духовную жизнь. А дружба с миром вражда против Бога. Будем внимательны к своим движениям, к своей вере, чтобы она не превратилась в такие вот легкие какие-то суеверия, которые есть не что иное, как подыгрывание дьявола. Видим, что все выходят из Содома Гамора, не все, только жена, как я сказал, послушались проповеди Лота. Жена и то, как было сказано, обернулась и превратилась в соляной столб. Неблагонадежен, как сказано, человек с двоящими мыслями. И далее мы видим интереснейшие события. И вышел Лот, 30 стих, из Сегора, и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он, после того, как был уничтожен Содома Гамора, боялись жить в Сегоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая, младшая, отец наш стар, и нет человека, на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином и переспим с ним и восстановим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала, на другой день старшая сказала младше, вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди и спи с ним и восстановим от отца нашего племя Напоили отца своего вином в ту ночь И вошла младшая и спала с ним И он не знал, когда она легла и когда встала И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего И родила старшая сына, нарекла имя Моав Он отец Моавитян Даныни А младшая также родила сына И он нарек ему имя Бенон Ами Он отец Аманитян Даныни Вот к чему мы как-то сделали с вами пролог И от 14-13 стиха я говорил вам о том Что к чему привело, в общем-то, праведного Лота Вроде в своем То, что он не взял благословение Когда Авраам сказал, иди направо, то ты налево А если ты налево, то я направо Происходит здесь грех кровосмешения У дочерей Лотовых, в связи с тем, что они жили в Садом и Гаморе Уже, как сказано, с преподобным-преподобным Будешь, а с праведным разворатишься Или есть другая русская пословица С кем поведешься, того и наберешься Живя в этом мегаполисе разврата и греха В Садом и Гаморе У них даже какое-то странное мировоззрение стало Когда они выбежали оттуда Садом и Гамор был уничтожен То другие люди жили на земле Но они сказали, что больше никого, кроме нас, нет То есть какой-то разврат всегда ведет К такому состоянию эгоцентризма Когда человек не видит никого, кроме себя И, кроме того, вожделение своей плоти И они говорят друг другу, что больше нет людей, кроме нас Давай приумножим семя отцу Хотя люди были И происходит грех кровосмешения Результат греха этого кровосмешения Рождается два народа Моавитяне и Аманитяне Эти народы на протяжении всей истории Ветхозаветного Израиля Враждуют против него Таким образом, грех и такая вот аберрация внутреннего зрения Которая произошла с этими дочерьми Она порождает то, что они порождают уже себе врагов То есть здесь, в общем-то, действуют слова Господа Иисуса Христа И апостол Павел об этом пишет Что и Христос об этом говорит Смотря какое семя попадает внутрь нас То есть что, от чего мы черпаем Из каких источников мы черпаем свое мировоззрение Взгляд на Бога и на человека Взгляд на окружающий нас мир Если из чистого словесного источника Которым является Слово Божие Святоотеческое предание А Святоотеческое предание Есть Дух Святой, живущий с Дня Пятидесятницы в Церкви Наставляющий нас на всякую правду То тогда мы внутрь себя всеиваем Семена добрые и действия наши Мы вправе ожидать добрых плодов Которые есть любовь, радость, мир, долготерпение Если же, как сказано, блажен муж И жене едет на совет нечестивых И если мы с кем поведемся, от того и наберемся Всеиваем в себя не праведность, а греховное состояние И мир внешний влияет на нас И если мы никак ему никакое сопротивление Молитвой и постом не оказываем Ибо сказано, что род сей изгоняется постом и молитвой То тогда мы всеиваем в себя, в свое сердце В свое ум и в свою душу семена, которые способны порождать Вот этих амавитян и мавитян Поэтому будем всегда внимательны по отношению к себе И как сказано, если хочешь наблюдать, наблюдай за собой Будем всматриваться, из каких источников Мы вбираем в себя то, от чего произрастут в дальнейшем плоды Нашей жизни и наших дел Вот эту сказку, когда встречаюсь с подростками Очень часто вспоминаю сказку о братце Иванушке и сестрице Аленушке Помните, что сестрица ему говорила Не пей из копытца, не из чистого, из этой помутненной воды Козленочком станешь Братец не послушался и с ними это произошло Так и здесь Лот когда-то не проявил послушания Не взял совета, вернее, у патриарха, у Лота И с ним произошло то, что мы прочитали в 19 главе Вражда порождает вражду, грех порождает грех Вот такие вот уроки мы можем извлечь из 19 главы книги «Бытия» Видя и гостеприимство Лота, видя и жену Лота, которая обернулась назад И видя то состояние, в которое впадают дочери Лотова Нам остается с вами только молиться, чтобы не впасть в то же состояние И помнить снова и снова эти слова Что с преподобным преподобным будешь, а с развращенным развратишься Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...